Мне кажется, в Ленберге очень молодая команда, молодые игроки. Чтобы это все заработало, надо время. Надо время, надо тренировки. Каждый игрок в этой команде должен получить этот флорбольный и жизненный опыт. Если бы команда побеждала 10-0, 10-0, 10-0, тогда не было бы куда расти. Субтитры создавал DimaTorzok ДALD Субтитры создавал DimaTorzok Ура! Мы в Пратю, Чеховпен. Ничья, перемога, первое место в группе и вот такое в Украине. Такая интересная история. На тот момент, это был 2008 год. Василь мне просто дав клюшки и сказал, давай просто начнем бегать, давай людям расскажем. За год буквально как-то сниг на голову все перевернулось. Флорбол начал оставаться на все серьезнейшего уровня. И я помню, как сейчас эту поездку в Киев, где мы как раз узнали, что этот вид спорта называется Флорбол. И я помню, в поездке мы сидели и думали, ну, треба же как-то назвать команду. Ну, и один из вариантов было назвать команду в честь нашего города. Но не просто Львов, а в честь стародавнего названия. За часы Островской империи Львов назывался Лембек. И нам как-то эта названия она очень понравилась. И так стало, что мы ее затерпили. Я занимаюсь флорболом близко полтора года. И это для меня стало как жизнь. Это одна из частей моего жизни. Мы очень рады, что в этом сезоне нам удалось запустить чемпионат Украины среди юниоров, среди хлопцев и девочек веком до 16 лет. Пару человек из Крэйзи Бульс недавно только перешли в гладиаторы. И мы еще не сыграны с теми, кто еще остался. Ну, и поэтому у нас не очень получалось сыгрывать разные комбинации и проходить хворотки. Василий Васильевич подошел и говорит, что Максим, мы там, собственно, занимаемся флорболом. Что это такое? Сказал, что это хоккей с мячиком. Я говорю, ну классно. У нас начали зароджувати амбитные идеи, амбитные цели. А чтобы не сделать флорбол действительно известным и популярным видом спорта в Украине. Мы играли в флорбол в каком-то зале, в второй школе. И я стояла на воротах. У меня не было ни шльома, ни чего. И ворота были в три раза больше, чем в тех, в которых сейчас стоят хлопцы. Я любил в детстве научиться кого-то, какие-то тактики. С друзьями футбол ганялись, придумывал какие-то комбинации. Я начинал с очень малого опытом. Не мав вообще опытом с детьми. И мне было очень тяжело, очень переживало. И буквально за рік часу обернуло все так, что это стало не только хобби, но и нашим життям параллельно. И одного дня мы пришли до думки, что нам нужно создать какую-то организацию. И было решено создать Львовскую областную флорбол. Я сейчас вспоминаю, что если бы мы знали, с какими трудностями нам это сделать, мы бы никогда эту организацию не регистрирули. Я пришел в школу, договорился про секцию, чтобы начать секцию по флорболу. Это было где-то в обед или в период, когда все ученики были там. И, видя всех этих детей, смотрясь им в очи, я понимал, что не все складывается в жизни. Я вспомнил себя в такой период. Курят, пьяные, уже в 13-14 лет от них чувствуют алкоголем. И, ну, наиболее, это то, что ты понимаешь, что, в принципе, идет борьба за выживание, а не какой-то развитие детей. С флорболом я познакомился в Латвии. Одного разу, приехавши на учение, я живу в доме Яниса Гравицца. И там он рассказал, что он со своими детьми, с друзьями грает в такой вид спорта. И моя поездка закончилась тем, что, отъезжая до Львова, он подарил комплект флюшок и сказал, «Василь, идешь, найди однодумцев и начнете флорбол». Мы, может, этого не называем, но, наверное, основником клуба и тим иниціатором, кто дав импульс до открытия нашего клуба, это был Янис Гравицца. Мне хочется, чтобы, как мой сын, будущие дети, и вообще дети в Львове и в Украине, они мали возможность заниматься спортом. Мали возможность, чтобы их тренировали тренеры, которые любят эту вещь. Тренеры, которые за них. Тренеры, которые сами не имеют шкадливых звичек. И, конечно, не дают пример другим детям, что на сегодняшний день массово есть. У меня был принцип, что если у нас есть одна дитина, то я занятия не изменю. За 10 лет в основании клуба у нас есть небольшая статистика. Это 350 людей в клубе, 10 тренеров, которые тренируют детей, старшую команду, первую лигу, так же и аматорию. Сформировался у нас офис. Он тоже состоит из 5 людей, которые работают на зарплате. Клуб «Лемберг» также организовывает каждое место и это соревнование, которое принимает более 100-150 детей из Львова и из области. Также у нас есть сфера судейства, где у нас есть судья именно из нашего клуба «Лемберг». И также хочу призначитесь волонтеров, родителей, детей, которые помогают клубу. Поэтому хочу благодарить вам за то, что вы помогаете и поддержите клубу. Можно у вас интервью, братан? Доброе, Марьянчик. Скажи, где мы есть? Я в Стуквальне. А что мы сюда приехали? Чтобы посмотреть на матч. Чей? Ну, Лемберга. Лемберг победит? Да. Лебедка. Лемберг плюс. Лемберг плюс. Субтитры сделал DimaTorzok Ми думаємо, що ми будемо сильно розвиватися, ми хочемо і так, якби поїхати за кордон. Ми вже були раз в Швеції, бралися було з старшими ігроками, нам було там тяжче. Ну, ми попробували, набралися багато опиту. Ми приїхали сюди, попали в флей-оп. Це є одна ключа. Якщо ми можемо додати флорбол до Олімпівськів, то очі будуть зберігатися для більше людей. Щойно закінчилось у нашій четвертій турнірі, в якому ми зустрічалися з командою, дуже складна назва, щось там 100D з Чехії. І ми проголами будемо за трапунком 3-1. Насправді неприємно проголати. Як би то не було, я вважаю, перший виступ команди «Лемберг» на такому міжгородному турнірі в Чахопені надзвичайно вдалим. На цьому, насправді, турнір не докінчується. Ми будемо і дивитися ігри, дивитися матчі найсильніших клубів світу, набиратися досвідом, щоб потім цей досвід, ці знання, ці вміння передати і інвестувати в український флорбол. Продолжаємо творити історію українського флорбола. Мар'ян, пам'ятаю тебе, коли ти прийшов з такими кучерями. Зараз от прийшло більше восьми років. І ти один з топових гравців України. Нам 10 років. Я би хотів побажати тобі і побажати взагалі всім, хто сьогодні дотичний до флорболу, щоб ми наступні 10 років повірили, що «Лемберг» буде топовим клубом світу. Мар'яну буде 31, ким він буде сьогодні, хай загадає бажання. І, звичайно, у нас і мрія у Львові мати великий комплекс «Лемберг Холл». Я думаю, що дивлячись на тебе, Мар'ян, дивлячись на таких, як ти, коли стартували 8-10 років тому, і зараз ви гордість і країни, і Лемберга, що у нас це все відбудеться. І святкуючи 20-29, ми будемо в шоці від того, що Бог зробив через нас і в цьому місті, і в Україні.